Привет-привет-привет, господа и дамы, с вами Морж, ну и видосик на мой второй канал. Понимаю, что все сейчас проходят Гарри Поттера, ну в смысле Хогвартс Легаси, все сейчас проходят Атомик Харт, какой-то там еще Солнц оф зе Форест максимально сейчас люди стримят, но я любитель каких-то необычных игр и именно на такую игру я нкнулся. Называется она Ужас Архема, естественно, начитанные люди уже поняли, что это, мягко говоря, очень-очень явная отсылочка к Говарду Филлипсу Лавкрафту, обожаю его произведения, у меня даже картина его висит, ну картина с ним, так сказать, вот. Да и Ужас Архема, кроме всего прочего, это еще и настольная игра такая была, в нее я тоже играл, тоже мне нравилось. Короче, 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 будем смотреть, что за игра, и я надеюсь, что дух Лавкрафта передан здесь хорошо. Причем вышла она изначально, на русском языке ее не было, вот, но в стиме ребята уже смогли выложить файл, который русифицирует описание, диалоги, в общем, вот это все. Так, добро пожаловать в Архем Хоррор, кто будет вашим сыщиком в этом приключении? Итак, это у нас Харви Уальтерс, профессор. Тут, как я понимаю, еще и по персонажам будут отсылки к, собственно, персонажам книг. Значит, Дженни Барнс, Джим Кулвер. Да, графончик, конечно, явно не 2022 год, вот, и даже не 23-й, но, тем не менее, такие игры держатся на сюжете. Так, атаки Зои в ближнем бою наносят большой урон. У Уильямса больше шансов противостоять негативным состояниям. Сифина лучше исцеляет свою группу, когда использует целебные предметы или заклинания, это медик. У Кейт меньше шансов получить травмы во время расследований. Ученый, типа. Вот, Джим повышает психическое сопротивление членов группы. Женя не может находиться в состоянии задержки. У женщины нет состояния задержки. Мне кажется, она может быть под платьем скрывать кое-какой сюрприз, если у нее не может быть задержки. Так, и, собственно, профессор. Психическое сопротивление Харви увеличивает дальность магии и стрельбы всей группы. Костовик такой, да? Так, ему доступен обыск, битвы. Магия обычный, дальний бой обычный, ближний бой слабый, инициатива слабый. Дальний бой сильный. Тут дальний бой сильный. Слабый, слабый. Блин, если бы я еще понимал, какого персонажа я хочу и что нужно будет ему качать потом в итоге, я... Ладно, давайте возьмем его, наверное. Так, играя на трубе в закусочной вельмы, он унаследовал этот инструмент от своего отца, играющего в ночных клубах. Так, чепуха, конечно, на этой истории заставляет суверенных жителей Архема избегать закусочной вельмы, когда он выступает. Хоть о слухе, что игра Джима заставила вдову Дженкинс выскочить из гроба и танцевать на собственных похоронах. Так, ну он, короче, дальний бой, кое-что умеет в ближнем, отличная инициатива, ну и не сильно он магический, и при этом у него доступно управление. Ну хорошо, да, пусть будет, да. Так, ваше оружие и книги по магии изнашиваются при использовании. Ладно, спасибо за совет, так сказать. Вот, игра эта пошаговая, то есть, типа Икскома, ну я думаю, вы понимаете, как здесь будут проходить бои, меня интересует сюжет, конечно же. Так, позвольте мне представиться, я Вильгельмина Тилингаст, профессор астрономии в Мискатоникском университете, блин, ну и название. Всю слою жизни я посвятила изучению небесных объектов. Совсем недавно я посетила Луизиану, чтобы провести наблюдение за траекторией кометы, которую я изучала в течение многих лет. Я надеялась, что поездка предоставит мне доказательства, необходимые для завершения моих многолетних исследований. Вчера вы получили мою телеграмму, где я просила вас встретиться со мной в моем доме, недалеко от Аркхема. И поэтому вы решили присоединиться ко мне в моем особняке. Вот такая вот завязка. Должно быть, у профессора Тилингаст больше по нраву блюз, чем эти напыщенные белые воротнички из университета, если она позвала меня сюда выступить. Такой интерес нечасто встретишь у пожилой дамы. Продолжить. Добро пожаловать в мой особняк. Я лучше позвоню в колокольчик. Такс. Ага, управление камерой QE. Окей, окей, ну QE, я понял. Перемещение, ну стандарт, стандартно. Детективчик. Ну я все понажимал. Да, графончик, ну такое себе, такое себе, если честно. Сейчас, параметры, я же все на максимум выставил. Да, настройки качества высоко. Но, кстати, при этом игра залочена на 30 фпс, я не знаю почему. Ну 60, сейчас как бы стандарт везде. Может быть у нее проблемы со слухом? Как грубо с моей стороны заставлять вас ждать. Как интересно, что-то не так. Как интересно, что-то не так. В окне на втором этаже горит свет. Она должна быть дома. Дверь заперта. Нужно найти способ проверить, как она. Такс. Задачи. Каждый сценарий имеет набор конкретных задач, которые необходимо выполнить, чтобы перейти к следующему сценарию. Эти задачи отображаются в вашем блокноте. Нажмите L, открыть блокнот. Или нажмите на значок блокнота. Вот он, значок блокнота. За дверью никто не отвечает, но на втором этаже горит свет. Ладно. Такс. Что, это взаимодействие, да? Что тут у нас? Над объектами, которые вы можете исследовать, отображается значок увеличительного стекла. Хорошо. Ну, давайте исследуем. Так. Как вы уже проверяли раньше, входная дверь заперта. Заперта. Кажется, она заперта изнутри. Ладно. А можно камеру? А, да, камера прицеплена. Вон еще у нас есть автомобиль. Давайте исследуем автомобиль. Ну. Так, здесь стоит автомобиль, на котором вы приехали. Перед отъездом вам следует встретиться с профессором. Ладно. Прыгать умеем? Не умеем. О. Умеем быстро ходить. Так. Ящик под окном первого этажа вроде бы указывает на путь внутрь, но с другой стороны окно плотно закрыто. Добраться до окна не проблема, но оно плотно закрыто. Мне нужно разбить стекло, чтобы попасть внутрь. Я надеюсь, вы не думаете о том, о чем я думал. Мне нужно что-нибудь тяжелое, чтобы разбить это окно. Ну, начинать знакомство, при том, что я темнокожий и вламываюсь в чужой дом, ну, мне кажется, такое себе. Так, а вот и что-то тяжелое. Тачка. Сложное взаимодействие. При некоторых взаимодействиях с объектами может потребоваться выбирать наилучшие действия из нескольких возможных. Они называются сложными взаимодействиями. Ладно. На лжайке стоит брошенная тачка. Возможно, внутри вы найдете, что поможет разбить окно. Ну, взглянуть, внимательно осмотреть. Ну, давайте внимательно осмотрим. Найден предмет кусачки для проволоки. Пару тяжелых болторезов, как раз то, что нужно, чтобы разбить окно. Ну, ладно. Ну, погнали. Погнали бить окно и вламываться к белой, престарелой женщине. Как вы посмели разбить мое окно? Я надеюсь, вы намерены заменить его? Я не понимаю, откуда она говорит. Типа, голоса в голове или что? Но тут же нет никого. Надеюсь, что это чрезвычайная ситуация оправданная, и профессор простит меня. В любом случае, я не могу извиниться, пока не найду ее. Где она может быть? Такс. Итого, итого. Есть пианинку. Осмотрим. Прекрасный рояль. Вы не припоминаете, чтобы профессор упоминал, что умеет играть. Судя по пыли на инструменте, вы сомневаетесь, что от него будет много пользы. Такс. Картина. Большая картина с изображением кометы, несущейся по ночному небу. Похоже, интерес профессора к астрономии повлиял и на ее вкус к искусству. Ладно. Какие-то, какие-то, какие-то фотографии. Ну, тут у нас только дверь остается, да. Погнали. Сохранение прошло. Разбитая ваза. Профессор должна была услышать, как она упала. Она бы не оставила ее здесь просто так. Конечно, я бы этого не сделала. Я горжусь чистым, опрятным домом, особенно, когда жду гостей. Мне лучше найти ее. Так. Ну, ваза и ваза. Что нам этого задает? Так. А, так. Если ваши сыщики обладают необходимыми знаниями, они предложат совет о наилучшем плане действий. В противном случае они вам ничего не подскажут. Так, логика. Нет совета. Управлять, собрать. Что такое управлять? На полу лежат осколки какого-то хрупкого предмета, разбитого вдребезги. Возможно, это улика. Управлять, собрать. Что такое управлять? Неподходящее действие заставит часы мифов идти быстрее. Господи, часы мифов. Давайте управлять нажмем. Так. Своим расследованием вы можете привлечь внимание великих древних. Они зовутся мифы. Каждый раз, когда во время сложного взаимодействия в конце полного раунда боя выбирается неподходящее действие, заполняются часы мифов. Когда часы мифов будут заполнены, вмешаются великие древние, чтобы замедлить вас. Будьте на чеку. Почему древних не оставить с названием древние? И это были бы часы древних. Лавкрафт часто использовал именно древних. Ладно. Так. Ну, собрать, значит. Более тщательный осмотр разбитого предмета показывает, что это была ваза. Судя по ее положению, вы думаете, что она упала с маленького столика неподалеку. Поскольку на осколках нет пыли, вы делаете вывод, что она разбилась недавно. Воу. Этот крик доносился сверху. Похоже на мой голос. Мне должна быть нужна помощь. Профессор, это вы? Конечно, это я. Быстрее. Нет ответа. В доме должен быть кто-то еще. Черт, мне нужно найти оружие. Ну, вон ножик лежит, как я вижу. Вау, потеря рассудка. Некоторые события приведут к принудительной проверке рассудка. Оценка психического сопротивления каждого сыщика определяется их шансы на успех сопротивления. Когда рассудок достигает нуля, текущий сыщик получает раму, которая налагает на него штраф. Ну, в принципе, такое использовалось и у Лавкрафта. То есть, и вообще, в принципе, в играх по вселенной Лавкрафта появлялся такой вариант, как психическое здоровье. Ладно, возьмем нож. Совет. Обыск, нет совета. На маленьком столике полно всякой всячины. Возможно, поиска вы найдете что-то полезное. Изучить, внимательно и смотреть. А вот в чем разница между изучить и внимательно осмотреть? Ну, внимательно давайте. Хорошо, нож. Состояние новое, цена 3 очка действия. Урон 6-7, крит 30%. Ну, переместите. Сюда. Найден предмет. Закройте деталь, нажав кнопку или правую кнопку мыши. Хорошо, ножом мы экипировались. Этот нож может пригодиться, если я попаду в беду. Какого черта вы делаете с моим ножом для писем? Блин, бабулька со мной разговаривает. Она уже мертвая, да, наверное? Это ее дух или что-то типа такого? Так, есть эта лестница? Есть эта лестница? А в чем разница между лестницами? Есть еще и вон комната какая-то. Давайте пока на второй этаж не пойдем. Давайте глянем здесь. Может, еще что-то интересное есть. Так. Обувной шкаф. Полка для обуви, где, по вашему мнению, находится обувь. Ну, логично. Мой детектив смышленый малый. Ну. Кажется, дверь заперта. Ладно. Заперта так заперта. Сейчас мы как насыщиковствуемся. Погнали. Так, поднялись на второй этаж. А, ну, просто, судя по всему, можно было что-то, что-то подняться. Ну и погнали осматривать комнаты. Должно быть крик, доносился с другой стороны. Это дверь моего кабинета. Ну, погнали смотреть. Дверь, за которой вы слышали крик профессора, она заперта. А мой персонаж решил идти в дверь. Ладно. Заперта. В блокнот добавлена улика. Как там у нас блокнот открывается? Сверху раздался крик, дверь кабинета заперта. Так, найти ключ. Ладно, пошли искать ключ. Не, графончик действительно, наверное, можно было сделать поинтересней. О, это это, Вавилонская башня. Я знаю эту картину. Вот. Можно было сделать поинтересней, но, я думаю, разрабатывала какая-нибудь инди-студия, поэтому денег у них особо не было. Эта дверь ведет не туда, где находится профессор. Спасибо, сыщик. Эта дверь тоже ведет не туда. Понятно. Это на всех дверях так будет написано. Какая-то картина. Котенок или два котенка. Картина с ображением кошек. Пожилым дамам обычно нравятся кошки, но вы признаете, что она излучает спокойствие. Мне тоже нравятся кошки. Я тоже, наверное, пожилая дама. Пожилая дама, запертая в сознании 33-летнего мужика. Так, ну, тут мне тоже напишут, что эта дверь ведет не туда. Да? Или нет? Что-то я не понимаю. О, сюда можно зайти. Такс. Здесь, наверное, надо искать ключ. Сигареты. Пачка сигарет как раз то, что нужно, чтобы успокоить нервы. Ну, давайте переместить... Нет, я не хочу использовать, я хочу переместить. А, применить, переместить. Вот, понятно. Сигареты возьмем. Не знаю, зачем, но если есть в кармане пачка сигарет, то, сами понимаете, все не так уж плохо на сегодняшний день. Такс. Что у нас в ящике? Открывай. Совет. Нет, совета знания атлетизм. Крепкий деревянный сундук. Кажется, он не заперт, но что-то мешает его открыть. Открыть силой, потрясти. Ну, типа, атлетизма у меня нет, да? Поэтому хрен я открою его силой. Ну, потрясти. Так, вы открываете сундук, обнаруживаете, что он полон книг. Сверху лежит один лист бумаги, на котором написан рецепт яблочных оладий. Ну, такое себе, да? Улика, прям уликовая. Прям улика-улика. Так, здесь, здесь больше ничего нет. Все, вроде сундук. Это мы посмотрели, это мы тоже посмотрели. Там сигареты были. Рецепт оладий, наверное, мне не пригодится. Так, тут у нас что? О, господи, посмотрите на эти полигоны, просто великолепнейшие. Как это плохо выглядит, ужас так. А можно, типа, сглаживание или что-нибудь в таком роде просто убрать? Глубина резкости, глобальное затемнение, тени, текстуры, сглаживание. Ну, да, я вижу, как оно работает. Ой, ужасно, ужасно, в графоне ужасно. Детские игрушки. Просто детские игрушки. Что, там кто-нибудь пройдет сейчас? Какое-то темное. Что-то темное надвигается. О, мужик. Привет, мужик. Кто там? Вопросы буду задавать я. Я Роланд Бэнкс, бюро расследований. Я на работе. Кто вы и по какой причине вы здесь? Что могло понадобиться от меня федеральному агенту? У профессора была какая-то мысль нанять меня. Я должен был что-то для нее сыграть. Я Джим Калвер. Когда она не открыла дверь, я забеспокоился и вошел. Потом я услышал ее крик и поднялся наверх. Похоже, я на правильном пути. Здесь происходит что-то неладное. Профессор подозревалась в каком-то преступлении? Она всего лишь заинтересованное лицо. Уберу есть доказательства того, что другие пытаются вовлечь ее в какой-то теневой бизнес. Я пришел выяснить, что она знает, и если вообще что-нибудь знает. Поэтому я тоже услышал крик. Похоже, нам нужен ключ, чтобы попасть в эту комнату. Я не была готова к такому количеству гостей сегодня. Я помогу вам найти этот ключ. Текст, это хорошо. Роланд Бэнкс, новый сыщик. Откроем лист персонажа. Федеральный агент. Есть у него логика. Инициатива сильный. Ближний бой, обычный дальний бой сильный. Тоже дальник, как и я. Так, я впервые встретил агента Бэнкса, когда он посетил мой дом, чтобы спросить, знаю ли я что-то о некой странной группе людей. Ага, то есть, рассказ идет от лица вот этой профессорши. У Роланда больше шансов нанести бою критический удар. Приглашение. Вы прибыли в мой скромный особняк. Ну да, историю рассказывает как бы эта профессорша. Сыщики. Музыкант. У меня управление, у него логика. Нормальная тема. Вот. Враги. Врагов пока у нас нет, пока что мы их не видели. Но я думаю, они будут. Так, ага, и я могу взаимодействовать обоими, да? Так, кроватка. Знания. Совет, атлетизм. Нет совета ни от одного, ни от другого. Детская кроватка. Явно не совсем новая, но хорошо ухоженная. Опустошить, передвинуть. Давайте передвинем. Вроде все правильно. Найден предмет, ключ. Отлично. Среди прочих фигурок на мобиле висит ключ с надписью кабинет. На мобиле? На какой мобиле? Какое умное место для хранения запасного ключа. Так, ключ нашли. На этом мобиле есть ключ. Я не знаю, что такое мобиль, если честно. В досье говорится, что у профессора нет детей. Если это правда, зачем ей понадобилось детское? Профессор всегда мечтал о детях, даже в старости, спустя долгое время. Не могу сказать, что это ложь, но хотелось бы, чтобы люди были менее склонны к досужим сплетням. Досужим. Ну, досужим, так досужим. Так, в блокноте добавлена улика. Ключ мы нашли. Ну, пошли тогда, чувачок. У меня уже два персонажа, да? Уже неплохо. Такс. Тут есть как бы еще одна комната. И в нее меня тоже пускает. Ванная. Вы смотрите на свое отражение в безупречно чистом зеркале. Мне кажется, безупречно чистых зеркал не существует. У меня оно вечно, блин, заляпанное. Так. Если замок не открывается, то его можно сломать. Управление. Совет. Открыть силой, взломать. Слом... Ну так, открыть силой, это сломать. А взломать, это взломать. Но это тоже может быть сломать. Я... Че-то, ну, понятно, что перевод непрофессиональный, но это сложновато. Ну, это управление, поэтому взломать, наверное, мне все-таки кажется. Такс. Нашли мы бинты переместить. Давайте нашему главному персонажу дадим. А у этого, гляньте, и ствол есть. То есть у меня нож, у него ствол с пятью патронами. Ну, нормальное, нормальное тело. Мне не стоит... Мне стоит забрать это. Да забрали уже. Такс. В те комнаты меня не пускало. Ну что ж, идем в кабинет. Смотреть, что ж там с профессоршей произошло. И что мы с этим всем делом будем делать? Во время расследования вы столкнетесь с врагами. Вы можете узнать, в какой комнате находятся враги, когда под дверью появляется свечение. Там есть свечение под дверью? Свечение есть, враги будут. Ну что ж. Так, сохранение, как я понимаю, тут по контрольным точкам... А, не, вон есть, сохранить. Да? Сохранение. Отлично. Сохранение есть, потому что хрен его знает. Уровня сложности здесь нет. И... Ну, панели. Панели. Смотрите, что тут за враги? Ключ подходит, вы отбираете дверь. Так, какой-то культист. Что за? Кто? Незваный гость. Сколько еще людей ворвутся сегодня в мой дом? Кто вы? Послушай, приятель, тебе придется кое-что объяснить. Когда идем? У меня есть как раз то объяснение, которого вы заслуживаете. Так, если придется драться, я одержу победу. Так, бой пошаговый. Каждый персонаж ходит по очереди. Но это, 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 я знаю, в такие игры я играть люблю. Очки действия, стоимость действия, это все мы понимаем. Так. Ага. Значит, у этого товарища у нас есть нож, да? У второго товарища есть пистолет. Давай так, перемещение. Ну, вот сюда. Ну, подойди к нему. Перемещение. Сюда. Подтвердить свою позицию. Нет. Ну, как, как, как? Переместиться, я что-то не понимаю. Так, подтвердить свою позицию. Да, нет. Ну, сюда можно подойти. Или вы, выстрелить. Так, обмен, использование, перемещение. Подтвердить свою позицию я не могу. А как? Ну, а как это? Ага, вот. Я понял. Подойти вот, 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 вот так вот. Подтвердить свою позицию, да. И... Стать ножом. Дать ножом вот по нему. Так. Ну. Атакуй. Ну, написано Е. Я нажимаю Е. Оно... Или другое Е надо. Так, как атаку сделать? А, атаковать этого врага, вот, да. На, нахуй. И сразу еще и кританул. На самом деле, тут, короче, можно его с пистолета влупить, да, с одной стороны. С другой стороны, у меня пять патронов всего. Подтвердить. Давайте, давайте его просто по щам дадим. Да, подтвердить свою позицию. Вот. Дать по щам. Атаковать, да. Патроны надо экономить. Патроны на дороге не валяются. Окультиста мы завалили. Что происходит? Нам лучше заглянуть внутрь. А там тоже свечение, значит, там еще кто-то будет. Просто интересно, кто здесь главными моими врагами будет. Потому что древние ктулху, это тоже древний, как бы. Вот. Так, стол. Ну да, давайте еще один бинтик возьмем. О, как я понимаю, у меня уже у персонажа инвентарь забивается. Так, сюда нам не надо. Перезарядка не забывайте перезаряжать оружие. Хорошо, но я не стрелял. Такс, кто у нас тут? Заставка у нас тут какая-то. Чуть нихера не видно. А вот и профессорша, не очень живая. И какие-то культисты. Кто вы, черт возьми, такие? Что здесь произошло? Это... Подождите, это я. То есть это мое тело. Это профессор однозначно. Она больше ничего мне не расскажет. Мы должны остановить их. Сколько их? Два? Или три? Два. Так, у меня помутнение, да, какое-то пошло. И два культиста у нас присутствуют. Такс, ну... У нас тут кроме ножа ни хрена нет, поэтому этот будет у нас в ближнем бою, да? Ну... Подошел? Нормально? Нормально. Дать по щам. Да. На шесть. Маловато. Маловато. Но у этого у нас, товарища, есть... Пулька. Вот по вот этому можно выстрелить? Атаковать врага. Этого, этого. А. Да, атаковать этого врага. Я думал, я промазал, если честно. Что-то мне показалось, что пуля так жестко мимо пролетела. Так, врага мы атаковали. Как только у вас закончатся очки действий, вы... Ну, конец хода. Тут понятно. У меня еще два очка действия как бы есть, но я походу... Ну, перезарядить могу, да? А... А у меня есть дополнительные патроны? Или типа патроны здесь не считаются предметом? Это интересно на самом деле. На шесть. Так, после того, как вы... Все персонажи атакованы, часы мифов заполняются. Будьте начеку. А как их располнять? Часы мифов. Ну, давай. Ножиком. Нет. Ножиком вот сюда. Ну, давай. Ай, зараза. Так, да. Вот этого. Оно как-то, блин, непонятно срабатывает, если честно. То срабатывает, то не срабатывает. Ну, атаковать. Рукой атаковать. Чем-нибудь атаковать. Ножом. Почему ты не хочешь атаковать? А, у меня очков действий нет. Вот почему. Сигареты этот. А это что у нас? Наблюдение. Так, вызывается наблюдение. Сыщик будет готовиться атаковать. Даже сейчас не его ход. Первый рога, который, кажется, в пределах досягаемости. А, нормально. Это сейчас двинется, и мой атакует, наверное. Ну, а тобой пуляем. Вот так вот. One shot. One shot, one hit. Кем были эти люди в плащах? Это было не просто кражи со взломом. В этом вы правы. Должно быть, это связано с моим расследованием. Нам лучше осмотреться вокруг. Такс. Ну, бабулю завалили, то понятно. Причем еще и с каким-то ритуалом, как я понимаю. Я не стану тем, кто на другом конце моей музыки. Ну, ладно. Такс. У нас тут еще этот. Вот это вот у нас есть. Ну, да. Тут ничего нового. Найти улики. Ну, давайте искать улики. Во-первых, посмотрим на старушку. Совет. Совета нет. Нужна сила воли. У меня нет вот такого у персонажей. К вашему ужасу вы узнаете, что тело определенно принадлежит профессору. И нет никаких сомнений в том, что она мертва. Да ладно, обыскать, осмотреть. Такс. Ну, как-то обыскивать пожилую женщину, наверное, не стоит. Давайте осмотреть пока что. В ровно. Так. Причиной смерти, по-видимому, является глубокая кровоточащая рана на животе. Судя по влажности, она, похоже, была убита недавно. Вы чувствуете помутнение разума? Проверка рассудка. Ну, у меня ничего не отнялось вроде. Бедный профессор, такая ужасная смерть. Несмотря на мой возраст, мне еще многое предстояло сделать в жизни. Эти раны у нее на животе, похоже, ее ударили ножом. Слушай, а то, что мы только что несколько человек завалили, нас не парит. Кстати, они пропали. Вот так вот. Испарились. Он испарился. Так, битое стекло. Знание логика. Мы можем собрать части предмета вместе. Управлять, собрать. На полу блестят осколки стекла. Вы не можете с первого взгляда определить частью, чего они были. Ну, собрать, раз совет есть. Собрав большую часть разбитого контейнера, вы видите колбу, которая, вероятно, была доставлена из лаборатории. Вы можете разобрать напечатанные слова. Научлаб, миска, университет. Какая-то колба. И в ней явно что-то было. Я надеюсь, что это разбитое стекло не означает несчастье. Разбитая банка или колба. Я могу разобрать несколько букв. Научная лаборатория университета. Это достаточно просто. Ну, давайте. Раз все так просто. Кто убийца? Дворецкий? Ну, точнее, а кто убийца? Мы уже поняли. Убийцы-сектанты. Ну, вот какие-то неясные. Так, есть ли какая-нибудь слабость, которой можно воспользоваться? Найти изъяны. Ящик в столе заперт, вам нужно открыть его. Ну, да, давайте. Найти изъяны, раз совет. В ящике стола спрятаны различные блокноты. С первого взгляда вы не замечаете ничего, связанно с убийством. Но очевидно, что профессор имела привычку записывать даже мелкие события из своей жизни. И шо она записала? Так, посмотрите на эти записи. Это почерк профессора? Это так, но откуда вы знаете? Здесь нет ничего полезного. Но, возможно, профессор хранила заметки об этом материале в другом месте. Окей. Так, короче, мне нужно понять, что это за колба, да, и что в ней было. Есть часы. Часы продолжают отсчитывать секунды, не обращая внимания на ужасное преступление. Типа часы и часы, да? Вон, еще что-то есть. Или это профессор еще, в смысле. Мы ее уже осматривали, обыскивали. Ну да, оно и не нажимается. А что тогда? Где-то в другом месте. Явно мне надо... А, может, вот так вот нажмется. Вот. Нажалось. Так, символ на полу. На полу, очевидно, кровью нарисован большой символ. Вы уверены, что профессор была убита на нем намеренно? В чем... Вы не уверены, так это зачем? Вы чувствуете помутнение рассудка, проверка рассудка. Так у меня, вон, как было, 5-5-7-7, так и осталось. Что это за странный символ на полу? Это кровь? Мой славный чистый пол испорчен. Похоже на какой-то символ культистов. Это необычно окражается взломом. Господи, детектив, да ты гений. А то, что эти ребята выглядели, как необычные воры со взломом, тебя ни на что не наталкивает, а? Явно же ритуальное убийство. Мы нашли здесь все, что могли. Время посмотреть, куда приведут нас доказательства. И вот мои друзья отправились выяснить, как меня убили. Ну, ножом. Ножом в муза. На заточку посадили. Ага, это было прям вот такое вот длинное вступление, собственно, к началу игры. Ну, завязка ясна. Мы будем расследовать всякую хрень и пошагово сражаться. Тут главное в такой игре это крепкий сюжет. Если сюжет действительно будет крепкий и цепляющий, то, собственно, на изъяны графики или еще чего-то внимания особо не обращаешь. Ну, как по мне, диалоги написаны немножко по-детски. С другой стороны, ну... Лавкрафт умер. Если писал бы он сам, то, может быть, было бы и что-нибудь пожестче. Итак, вы остались в здравом уме. Профессор была найдена мертвой в своем собственном доме. Кем-то, кто, по-видимому, является членом культа. Что произошло? Так, войти в особняк. Этот, ну, типа, мы все сделали, травм мне, дополнительных задач тоже у нас не было. Ваши сыщики возвращаются в офис. Ага, у нас еще и какой-то офис наш будет. Ну, смотрим, смотрим. Так, обыск в моем кабинете ясно дал понять, что вам нужно посетить университет. Так, мало того, что я там работал, так еще и разбившуюся банку привезли из университетской лаборатории. Зачем это понадобилось тем странным людям? Каков бы ни был ответ, вы обязательно получите его на мискотонике. Так, ага, это вот следующее дело. Поиск смысл в звездах. Итак, вам нужно выбрать группу, которая продолжит расследование до следующего сценария. Соберите группу, основываясь на испытаниях, с которыми вы ожидаете столкнуться в этой области. Изучите в своем блокноте сильные стороны сыщиков по мере необходимости. Но у меня, как бы, тут всего два человека, поэтому, как бы, какую группу можно организовывать? Вы или не хотите использовать, ну, вот этого и вот этого? У меня их всего два. Ну-ка, а, два идут на задание, два у меня их и есть. Не, а что-то еще можно посмотреть. Так, легенда. Ладно. Вот это вот точная фотография Лавкрафта. Ну, здесь биография, да? Биография одного, биография второго. А, нет, подожди, назад. Назад. Приложение. Да, я понял, понял. Я хочу использовать обоих, да. Все, погнали. Погнали на следующее задание. Да, хочу использовать. Так, в конце сценария все предметы, собранные вами, в ходе расследования, сохраняются. Прежде чем снова отправиться в путь, убедитесь, что вы снарядили своих сыщиков оружием, аксессуарами и предметами. Такс. Ага, у меня патронов нет, да? Надежный револьвер. Вы уверены, что хотите вернуться? Нет, не хочу я вернуться. Я хочу переместить. Дать ему нож. Дать ему бинт. Один. И второму тоже дать один бинт. Вот так вот. Вот так вот. И пистолет. Но мне не нравится, что там вот эти ноль патронов есть. Ага, вот так пять. Нет, не хочу. Так, три пули, ноль патроны, ноль гильзы. Все-таки пули заканчиваются. Что не есть хорошо, пули, значит, у нас тоже конечные. Жалко, что нет еще одного ближнего, оружия ближнего боя, чтобы дать парню с пистолетом, если пуля закончится. Ну ладно, начать сценарий, погнали. Вы уверены? Да, уверен. Умный совет, заблудились, загляните в карту. Спасибо, очень умный совет, очень вовремя. Так, сейчас мы будем в университете. Но, как я понимаю, здесь завязка комета вот этого вся фигня, то, скорее всего, будет докладом. Добро пожаловать в университет, где находится престижная библиотека Орна, хранящая самую большую в стране коллекцию книг по культизму. Когда-то я посещала его студенткой, а позже, надев мантию профессора, я передавала все свои знания новому поколению студентов-астрономов. Это место было для меня вторым домом. Возможно, мои оставшиеся вещи дадут вам ключи к ответам, которые вы ищете. Наука и астрофизика, да? Держу пари, мы встретим много яйцеголовых на этом факультете. А, ну просто вот почему я говорю, что вот комета, космос, скорее всего, ну это про инопланетян будет, про этих... Как они там? Вана Минга, вот эти вот все, короче. Из повестей нашего Говарда Лавкрафта, ладно. За эти годы он изменился, но ни одно место не кажется мне таким родным. Даже мой маленький домик. Секретарь сказал, что профессор может дать нам доступ в кабинет профессора, который нам надо, но это мы ожидаем найти. На что мы ожидаем найти? Мы не узнаем, пока не проверим. Хорошо, давайте найдем этого профессора Уизерса. Ладно, ищем профессора Уизерса. Оверлей можно открыть как в исследовании, так и в бою, нажав ТАП или нажав со значок с тремя сыщиками в левом нижнем углу экрана. По умолчанию отображается статистика, влияющая на вашу текущую группу мифы, травмы, состояния. Понятно, мифов нету, травм тоже нету, состояний тоже нету. Так, что-то можно посмотреть. На полке полно наград, все принадлежат астрономическому клубу. Ясно, ничего интересного. На второй этаж пока не пойдем. Вот, есть у нас карта этого всего, да. На доске изображен план первого этажа, корпуса науки и астрономии. План дополняет большая красная стрелка с надписью «Вы находитесь здесь». Понятно, я думал, мне карту покажут, но чтоб я понимал, куда идти. Че-то лежит. Папка. В папке есть адреналин, оживляясь 50% здоровья. Хорошо, это нам пригодится, это аптечка. Аптечка явно нам пригодится. Такс. Вон еще какая-то книга лежит. Смотрим. Блокнот. Вам в глаза бросается записка, оставленная на скамейке, где сидел студент. В ней говорится. Я не могу перестать думать о той старинной книге со странным почерком. Мне даже кажется, что когда я держу ее в руках, она истощает мои силы. Как будто какой-то вампир, высасывающий мою энергию. Когда профессор поймала меня с ней, то сразу конфисковала ее. С тех пор я ее не видела. Некрономикон? Ну просто какая книга еще может быть у главкрафта? Только Некрономикон. Слева кабинет. Справа Уизерса. Наверное, они очень хорошо знали друг друга. Дверь профессора Теллинггаст заперта. Естественно, друг мой, ученые не меньше других любят вынюхивать секреты друг друга. Не секрет, что некоторые даже крали исследования коллег и выдавали за свои. Нам лучше попросить Уизерса ключ. Да можно изломать, наверное, было. Так, кабинет Уизерса. А, рядом, они сказали. Рядом. Это он, наверное, доктор Норман Уизерс. Да, нам сюда. Я сказал, нет, Агата. Прошу прощения за слова о том, что я никогда не считал ваши методы хоть каплю научными. Я отказываюсь верить, что Вильгельмина могла бы... О, они говорят обо мне. Норман и я были коллегами многие годы, поэтому мы, естественно, обращались друг к другу по нашим христианским именам. Вы, конечно, можете называть меня профессор Тиллингаст. Да, кто вы? Чем я могу вам помочь? Послушайте, профессор, мы здесь, чтобы расследовать смерть вашей соседки. Некого профессора Тиллинг... Только не снова. Разве старик не может спокойно оплакать своего друга? Хм, все эти постоянные вторжения репортеров, полиции и других назойливых людей. Как я уже говорил вашим друзьям ранее, не хочу, чтобы меня беспокоили. Прошу прощения, профессор, просто... Подожди минутку, Норман. Что-то подсказывает мне, что эти люди не такие, как те. Посмотри в их глаза. Они видели вещи, выходящие за рамки обыденности. Простите за мои манеры. Я профессор Агата Крейн, и вы, кажется, знаете моего коллегу, профессора Нормана Уизерса. Что-то подсказывает мне, что вы видите Вильгельмину, не так ли? Что вы видели Вильгельмину, не так ли? То есть профессора Тиллингаста. Агата, ради всего святого, прекрати нести эту чушь. Нет, профессор Уизерс, она права. Мы видели необычные вещи. Мы прибыли слишком поздно, чтобы спасти профессора. Но мы видели доказательства того, что случившееся с ней было, мягко говоря, неестественным. Мы намерены докопаться до сути. Я же говорил о тебе, Норман. В этой шкатулке могло быть что-то еще, кроме безделушек. Я, например, хочу увидеть ее своими глазами. Вы там, идите за мной. Что? Куда ты идешь? Ты... Ты чохнутый парапсихолог? Обсерваторию, подожди здесь, Норман. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили дальше. Такс. Новый сыщик Агата Крейн. Открытись персонажем. Парапсихолог. Сделала себе репутацию в математике и психологии. Агата повышает инициативу членов группы в бою. Так. У нее есть общение сила воли. У нее сильная инициатива. Обычный ближний и дальний бой. Магия обычная. Травм. Витание в облаках. Минимализм. Аутофобия. Враги. Странные люди. Странные люди. Странные вражеские люди. Ладно. Так. У нас появляется третий сыщик, да? Таким образом, мы бы просто все варианты, короче, вот этих расследований будем закрывать, да? Давайте глянем. Опа. Пульки. А, блин, пули можно просто забрать. И все. И они добавились, типа, в общий инвентарь. Это хорошо. Так. Дед. Я знаю, что вы хотите обыскать обсерваторию, но хоть убейте, я не предоставляю себе, что вы ожидаете там найти. Да я сам не знаю пока, что мы ожидаем там найти. Есть телескоп? Маленький телескоп направлен в окно. Посмотрев на него, вы отводите взгляд от яркого солнечного света. Без сомнения, ночью ведь лучше. Намек на то, что мне нужно прийти сюда ночью. Ладно. Может и придем. Текст. Что у нас здесь еще есть? Есть еще вот какие-то полка с книгами. Может тут что интересного будет. Так. Книжный шкаф. В коридоре стоит книжный шкаф, в котором с гордостью выставлены публикации университета. В центре установлена мемориальная доска с надписью, или как перевели бы читатели с латинского, мы свет во тьме. Романтичненько. Ладно, пошли собственно в кабинет. Но они мне почему-то говорят про обсерваторию, но я как бы хочу в кабинет. Ну, дверь заперта. Я понял. А куда тогда? Ладно. Там, по-моему, на второй этаж был проход. Ну, получается идти только туда, потому что больше некуда. Вот. Вот он. Вот и обсерватория. Ага. Ах, старая обсерватория. Несмотря на ее устаревшее оборудование, друзья мои. Конечно, новая астрономическая обсерватория у Уоррена это чудо технологии. Но всегда мы будем вспоминать об этой с большой нежностью. Через этот телескоп я впервые с удивлением смотрел на звезды и огромные пропасти между ними. Жвезды, звезды. Что мы хотим найти в обсерватории, если нам надо в кабинет? Так. Шкафчики. Профессор Уизерсон. Он крепко заперт. Можно было бы сымпровизировать ключ. Сломать дверь, взломать замок, вскрыть отмычкой. Ну, сымпровизировать ключ, это, наверное, отмычка, правильно? Вскрыть отмычкой. Так. Приложив немного усилий, вы открыли шкафчик, обнаружили внутри шкатулку. На этикетке, на этикетке, в коротком и буквами написано имя. Шкатулка профессора. Хорошо. Что в шкатулке, так сказать? Это таинственная шкатулка. На этикетке указано, что она принадлежит профессору. Профессору Тиллингаст. Что там за странные вещи внутри? Этот символ. Такой же был в комнате профессора. Вы видели этот символ в комнате, не так ли? Похоже на иконографию древних языческих ритуалов. Это доказывает то, что исследования вышли за рамки известной науки и вошли в сферу паранормальных явлений. Многие из наших коллег ставили под сомнение неортодоксальные направления исследований, агаты. Но никто не ставил под сомнение ее решимость. Как только она ставила перед собой цель, никто не может ее остановить. Мы должны показать это Норману. Только тогда он поможет нам. Еще одно доказательство. Ладно, ну и надо же все еще остальное обыскать, правильно? Так, тут у нас есть, что это? Водопроводный ключ. А у нее что? Кофеин с бромом. Это кофеин с бромом крепче 10 чашек кофер. Он заставит двигаться быстрее. Восстанавливает от Д. Очки действия. Так, ну давайте вот этой нашей старушке дадим хоть какое-то оружие, чтобы она, если что, отпинаться могла. Вот. У остальных вроде пока есть, поэтому... Так, тут у нас что? Рабочий стол, книга. Книга задержки. Жуткая фраза, которая связывает цель по рукам и ногам, замедляя ее движение. А, типа это что-то магическое, да? Стояние новое, цена 3 очка действия, перемещение в бою, минус 70. Шанс дикого заклинания 50%. Книга задержки. Ладно. Ну, давайте ему дадим... Пока как использовать ее, я не знаю. Может это? Да, эти символы указывают на жесты силы магии. Это, друзья мои, гримуар, книга заклинаний. Что она делает в университете, я не могу сказать, но мы не должны упускать эту возможность. Нужно посмотреть, сработают ли эти заклинания. Так. Еще одно доказательство зарегистрировано. Гримуар. Ну, хорошо. Так. Телескоп. Некогда бывшей гордостью астрономического факультета. Проследние годы практически не использовался. Ладно. Тут можно спуститься к этому телескопу, нет? И там тоже, да, вроде закрыто. И там закрыто. Ну, тут сюда по всему больше делать нечего. Погнали показывать шкатулку. Нашему товарищу. Может, даст ключ? Так, господин профессор, что вы там делаете? Послушай, Норман, видишь странные вещи в этой шкатулке? Что бы она не исследовала, это было гораздо больше, чем та комета. Я не понимаю, как это связано с ее смертью. Мы видели знак, идентичный тому, что на этой шкатулке, в комнате, где была убита профессор. Должен признать, это слишком маловероятно для простого совпадения. Очень хорошо, вы заслужили мое внимание и мою помощь. Вильгельмина покинула Аркхем в начале этого года, и я получил эту шкатулку. Не услышал от нее ни словечка, и я забеспокоился. И признаюсь честно, бегло обыскал ее кабинет в поисках каких-либо указаний на цель ее поездки. О, Норман, милый дурачок. Меня не было всего неделю, зачем ты так волновался? К сожалению, я не смог разобраться в ее записях. Они не несли для меня никакого смысла, но я действительно почувствовал в них привкус оккультизма, и признался, мне стало не по себе. Мы не сможем раскрыть это дело без вашей помощи, профессор. Расскажите нам, что вы знаете, и мы расскажем вам о том, что обнаружили мы. Конечно, вы правы. Вот возьмите ключ от кабинета. Пока вы там осматриваетесь, я еще раз посмотрю эти заметки. Что это было? Звук доносился из соседней комнаты. Мой кабинет. Кто там внутри? Такс, ну я думаю, там будут враги. Я, правда, пока не совсем понимаю, как работают вот эти часы ее. Они ж... Так, есть там сияние по дверью? Под дверью сияния вроде нет. Значит, врагов быть не должно. На медной табличке открыть. Теперь дверь не заперта. Заходим. И что у нас тут? Ну тут явно был обыск. Что-то люди искали, но врагов я что-то не вижу. А, ну они будут, наверное, да? Студенты бегут. От чего? От кого? Что это был за шум? Здесь никого нет. А вон сияние есть. Потерь по дверью. Кто-то опередил нас. Комнату обыскали совсем недавно. Только взгляните на этот беспорядок. Кто-то обыскал мой кабинет. Посмотрите туда. Даже сейф взломали. Что бы там ни было, оно у злоумышленников. Мы должны найти их. Кто бы это ни был, он должен быть опасен. Вы должны защищать студентов. Так, я вас понял. Но нужно все равно осмотреть пока. Да, то, что там враги, понятно. Так, картина. Дом и железной дороги. Ладно. Картина-то картина. Вы нашли книгу известного оккультиста Кроули под названием Трактат по астрологии. Зачем мне эта книга? Сейф в кабинете был взломан. Он предположит над тем же преступником, который обыскал это место. В сейфе ничего не осталось. Ну да, вряд ли я что-то интересное найду. Так, вы чувствуете спокойствие. Блокнот серии заметок. По-видимому, это не более чем наблюдение за ее учениками, которых она, по-видимому, любила разбивать на пары, словно сваха. Хотя эти заметки забавные, они не кажутся полезными для вашего расследования. Ну, как бы здесь все, да? Мы посмотрели. Значит, идем сражаться. Что нам еще остается? Снова культисты. Так, эти головорезы где-то точно так же, как те уроды в доме профессора. Они разграбили кабинет. Держите их. Кто эти незваные гости? Разберись с ними, пока остальные убегут. Так. У этих уже по 20 хп, у тех по 12 было. Так. Долбанули, значит, меня немножечко. Немножечко. Так. Если я хочу другого. Ага, да, я могу и одного, и другого атаковать. Все, с атаками мы разобрались. Давайте сначала одного валить, потом уже другого. Как бы так. Два очка действия, да? Наблюдение. Хорошо. Наблюдение. Наверное, наблюдение, кстати, на другого человека надо было ставить. Ну ладно. Так. Ты у нас с ножевым боем работаешь. Угу. А, два очка действия. Ну да. Ну значит, тоже наблюдение. Что еще остается делать? Ладно, этот у нас под двумя наблюдениями, поэтому... Профессоршу. Сколько очков у меня уйдет? Два очка уйдет, значит, один раз ударить смогу. Четыре! Нихера себе! Ёлки-палки. Да, значит, это тоже наблюдение. А что остается? Ну а при атаке наблюдение не срабатывает, да? Только при движении. Хреново, скажу я вам. Хреново. Нет. Вот этого добивать будем. Так. Ну и наблюдение вот сюда. Так. Ммм. Ты бей. Минус раз. И надо идти помогать профессорша. Так. Перемещение. Ну, вот как-то так. Такс, да. Конец хода. И профессорша. Влупить. 13 хп. Ну, сейчас еще раз профессорша точно выхватит. Тут у меня, в принципе, одно очко действия всего остается. И это печально. Ой. Немножко все-таки выхватило. Такс. Да, блин. С оружием дальнего боя как-то поинтереснее. Стреляй. Наверное, наверное, я добью сейчас за этот ход нашего товарища. Там 6 хп всего осталось. Слишком, да. А что, это далеко? Ага. Теперь. Можешь ударить? Можешь уж ударить. Ну, вот, собственно, и все. Да, пока бои не кажутся мне слишком сложными. Но я думаю, когда там добавится магия и всякая прочая шлабудень, будет потяжелее. Крик. Этот крик доносился из конца коридора. О нет, студенты. Скорее всего, это один из тех жутких грабителей. Вперед. Так. Опять что-то, что-то с психикой долбануло, да? Я делаю уход, как только... Ну, ладно. Там мы везде уже были, поэтому идем дальше. Ох, нихрена себе тут дверей. Дверь ведет на другой факультет. Значит, туда нам не надо, да? Есть плакат. Вперед стручки. Ну, стручки так стручки. Здесь у нас что? Дверь в научную лабораторию. В мусорнике можно покопаться. Вот так. Не самая привлекательная работа, но порывшись в этом мусорном ведре, можно достать улику. Сначала имеет смысл опустошить это. Внимательно, опустошим. Че, нашли? Пули. Ну, как бы... Не совсем улика, но пули нам явно пригодятся. Крик доносился откуда-то отсюда. Это был класс Вильгельминес. Звучит так, как будто некоторые студенты заперлись внутри. Кто? Кто там снаружи? Это я, профессор Крейн. С вами там все в порядке? Мы в безопасности, но какие-то странные люди напали на нас. Нам удалось забаррикадироваться внутри. Оставайтесь там, пока мы с ними не разберемся. Вы видели, в какую сторону они направились? Они бежали по коридору. Будь осторожны, профессор. Они казались опасными. Когда мы разберемся с этими грабителями, нужно вернуться сюда. Если бы это был класс профессор Тилингас, то мы могли бы найти там улики. Такс, тут кроме улик я вот че хотел. Пистолет же, говорят, перезаряжать надо, да? Как его перезарядить? Ага, вот, перезарядим. Да. До боя лучше это делать, чтобы потом не делать это во время боя. Такс, тут у нас чего? Сигареты. Ну, давайте мы их, да, переместим, не вопрос. Но у меня инвентарь таким темпом скоро закончится. А вот и гадины, идите сюда. Помогите. Мы должны защитить студентов. Ну, давайте защищать студентов. Так, некоторые бои требуют, чтобы вы защищали мирных жителей. Убедитесь, что вы их защищаете. Используйте предметы или применяйте на их заклинание по мере необходимости. Короче, он должен выжить, да? Я правильно понял. Помогите мне, они хотят моей смерти. А, сейчас поможем, сейчас поможем. Так, давайте вот с этого начнем, который ближе всего. На 8, нормально. Он просто как-то по-другому выглядит, может он какое-то наблюдение. Да, наблюдать в ту сторону. Готовься стрелять, когда они начнут двигаться. Так, тебе по движениям надо, верно? Но при этом нужно, чтобы у меня 3 очка осталось. Если я сделаю так, то... Ну, блин, я ударить не смогу, да? Я не смогу ударить. Давайте тогда просто встанем вот здесь на 2 очка. И тоже включим наблюдение. Ну, что еще делать? По профессорше, наверное, точно так же. Двигаемся. Прикрываем, так сказать, студента. Вот. Ну, вот так вот, да. Ага, тут я даже наблюдение включить не могу. Смена фокуса. Ладно, конец сходом. Давайте смотреть, куда эти будут бежать. Так, наблюдение сработало. Это хорошо. Смена фокуса. Что такое смена фокуса? Почему она сработала? И тут смена фокуса. Так, ты двигаться будешь? Так, и тут наблюдение сработало. Блин, одно хп оставил, елки-палки. Ну, мог бы и добить, но елки-палки. Так. Когда часы мифов заполнены, начинают с события мифа, которые влечет штраф для всей группы. Кроме того, вашей группе нужно будет противостоять влиянию великих древних или потерять очко рассудка. Вот сейчас, походу, очко я и потеряю. Так. Невидимые усики оплетают ваши руки. Иногда замедляя... Оплетают ваши руки и ноги. А, и ноги это слово одно, я понял. Замедляя вас всякий раз, когда вы находитесь в смертельной опасности. Расстояние перемещения в бою уменьшается до конца боя. Я вас понял. Ну, короче, дебаф. В воздухе сверхъестественные покалывания. Так, ладно. Что мы с вами делать-то будем? Этого добьет трубач. Давайте лупить по вот этому. Во-первых, вот так. А во-вторых, на наблюдение. Ну, как я понимаю, вот, то, что там, где не нарисованы глазики, вот, туда он стрелять не будет. То есть, на близком расстоянии наблюдение не сработает. Но все равно оставим, как бы, потому что, а что еще делать? Ну, вот. Но, тем не менее. Так-с. Ну, этого товарища мы добиваем. Ну, и того, у которого 5 хп мы тоже, наверное, добьем следующим ходом. Профессор же сейчас его лупнет. Я сыграю на твоих похоронах. Ладно, значит, у тебя еще два очка действия. Переместимся вот сюда вот, переместимся. Будем надеяться, что это нам поможет. Так-с. А, господи. А что они... О, тут наблюдение сработало. А что я за профессор охот не сделал? А, они, типа, смена роли. Я понял. Они, типа, передвинули себя по действиям. Вот же, суки, некрасивые, а. Так-с. Влупнуть. На-те. В борщ. Оглушение. Так. Хорошо. Оглушение. Студент задолбал кричать. Сейчас мы добьем этого культиста. 14 хп. Наверное, я смогу его добить за один ход. Хотя, сейчас на 8 от пистолета. И если хотя бы на 6 получится ударить ножом, то все будет прекрасным. Да? Ну. Чего ты не хочешь сюда остановиться? Вот так вот. Вот сюда встань, ладно. Можно? Можно. Блядь. Два этих. Два действия всего. Не вопрос. С другой стороны, он в оглушении. Ага, он пропустил ход. Нормально. Лишнего урона не получим. Добиваем этого товарища. У него тоже, кстати, да, разводной ключ в руках? С тобой все в порядке? Спасибо. Думаю, со мной все будет в порядке. У меня просто шок. Это был просто отвлекающий маневр. Нам нужно дотать людей, которые были в профессора в кабинете. Так. Одно зарегистрированное доказательство. Ладно. Тут мы все обыскали. Вон еще кип-кипа бумаг какая-то. Газетная статья. С кладбища исчезло тело. Автор Джерард Уайт. Аркхемская газета узнала, что сегодня ранним утром с городского кладбища исчезло тело. Полиция допросила мужчину, найденного на месте происшествия, полагая, что он является свидетелем и, возможно, работником кладбища. Дополнительная информация появится по мере развития событий. Вы чувствуете помутнение разума. Проверка рассудка. Такс. С тобой что, поговорить можно, да, студентик? Или что с тобой можно сделать? Ну. А, нет. Это мы. Студент весь синяках, но в остальном невредим. Благодаря... Благодарен за вашу помощь. Он дарит вам подарок. Медицинская книга. Бонус исчезления плюс два. Ну, ладно. Ну, блин, у меня реально скоро все закончится. Так, пистолет перезарядить. Да. Патронов, конечно, маловато, мягко говоря. А третьего оружия ближнего боя у меня нет. Ты ранен? Нет, просто ошиб. Какие-то люди в странных костюмах сбили меня с ног. В какую сторону они пошли? Они забежали прямо в этот класс. Ну, я вижу, что там под дверью этот... Еще одна подсказка. Так. Бинты грязные. Силение 10. Проверка рассудка у цели. У цели. Э, а что? 28, 16, 11. Применить. Давайте применим, полечим наших ребят на самом деле. Все равно тебе бинты девать некуда. Тебе немножечко хп добавим. Но при этом рассудок падает, да? Прикольно. Ну и тебе немножко хп добавим, чтобы у нас никто не погиб. Потому что сейчас явно опять пинаться с кем-то придется. Ага, и у нее тоже рассудок немножко упал. Ладно, оставим эти бинты. Какие-то они не очень бинтовые. Те, походу, которые у меня, немножко получше. Там рассудок не падает. Ну и погнали в бой. Раз уж так. Кто ты, пипец? Кто ты, пипец? Хорошо, кто вы такие? Вот они, у них вещи профессора. Вернем их обратно. Эти болваны не должны нас остановить. Разберитесь с ними. Так, 15, 14, 15. У одной из них пистолет. Пистолет. Так, мне кажется, надо культистку с пистолетом валить. Хотя я не знаю, просто сможет ли чувак, который с ножом, до нее дойти. Ну, профессорша не сможет просто, скорее всего, там, ну, она не сможет ударить. Поэтому, кого валить, я... Ладно, давайте вот эту вот, заразу, попытаемся. Все-таки, 12 критический урон. Неплохо. И наблюдения вот сюда кинем. Ой, пожалуйста, просто дойди. Просто дойди, и будет нормас. Мм, три очка. То есть, вот так вот два, но не достанет. Сюда он тоже, да? За два очка. Не, а вот этот, да, вот здесь за два очка он сможет дойти. И хотя бы ударить. Это хорошо, это хорошо. Значит, сажаем его на перо. Ой, ну и бабуля. Бабуля никуда дойти не сможет, я уверен. Тут дохренища придется, да, потратить. Три очка. Ну, конечно, и при этом наблюдения она тоже сделать не сможет. Итак, три очка, да? Ой, ну ладно, давайте сюда двигать бабулю. Конечно, то, что четыре... Это, это фигово, да? А если руку... О, рукой наблюдение можно за два очка сделать. Я сошел, чтобы она в щи втащила прям. Прям втащила в щи. Крит. Это плохо. Перехват сработал. Это хорошо. Ну, в принципе, в следующем ходом я, скорее всего, убью их всех. Так, ты у нас стреляешь. Нет, не по ней. Скорее всего, по вот эту, у которой девять. Ага, но он ее не убьет. Этого он ваншотнет. Давайте лучше минус сделаем. На ту, на эту культистку в любом случае нужно либо два удара было бы тратить, либо... Не, ну, наблюдение кинем, но какой смысл? Так, ты у нас даешь ей леща. Естественно, не убиваешь. И становишься в наблюдении, потому что больше сделать нечего. Ну, и госпожа, вам нужно влупить. Интересно, вот я у них оружие могу забирать, у этих культистов? Но как бы мне второй пистолет бы прям пригодился. С другой стороны, патроны хрен есть. Поэтому такое себе, да? Ну, давай, культистка, на два. Хорошо, что у нее оружия нет. Так, тобой мы ход пропустим. Зачем лишние патроны тратить? А тобой мы эту тетеньку добьем. Собственно. Ну, пока не супер, прям мега сложно, но я не совсем понимаю психическое здоровье. Это научит вас, как убегать от федерального агента. А теперь посмотрим, что вы вынесли из кабинета. Грабить грабителей. Все это, казалось бы, малость бы вкусно, если бы не так поэтично. Ну и шо они вынесли? Так. Значит, не нужно пачкать руки, хороший осмотр должен помочь. Ну, значит, осмотреть. Осматриваем. На трубе этого человека нет никаких хулик. Вы чувствуете помутнение разума, проверка рассудка? Блин, у меня у этого рассудок прям заканчивается. У трубача. Так, перезарядить пистолет, да? У меня патронов вообще уже нет просто. А как рассудок пополнить? Вот чем его можно? Это обычное бинтоисцеление. Сигареты. Вот. Плюс один к рассудку. А это бонус исцеления плюс два. Справочник по современной медицине, которому вы поможете усовершенствовать свои навыки в исцелении. А у него вообще навыки в исцелении есть? Применить вот им, примените сигареты. Пусть перекурит, чтобы хотя бы два очка раз сутка было. Так, урон один. А, типа, курение вредно. Хе-хе. Наносторон. Так, витание в облаках. О, у этого. Или это из-за того, что у него книга, у него плюс два типа к лечению. Ой, хер знает, хер знает. Пока тяжеловато как-то. Саму механику не совсем понимаю. Давай, смотри, что там. Требуется тщательный обыск. Ну, давайте тщательно обыскать. Найден предмет, письмо от декана. При обыске трупа нашлось письмо от декана факультета науки. Он дал профессору исключительное право ненадолго воспользоваться научной лабораторией. Считая между срок, вы предполагаете, что она намеревалась провести там эксперимент. Вы чувствуете помутнение разума, проверка рассудка. Что опять? Это письмо указывает на то, что профессор зарезервировала научную лабораторию для какого-то эксперимента. Еще одна подсказка. А если у него ноль будет психологии психического рассудка? Типа, вот если сейчас я эту трупу обыщу, у него будет ноль. Ну, он слетит. Ох. Вы, должно быть, о чем-то задумались. Да, задумался. Так. Давайте посмотрим, что было у трупа жизни. Что было у трупа жизни. Сила воли. Давайте посмотрим, что было у трупа жизни. Обыскать, внимательно смотреть, осмотреть. Неподвижное тело одного из странно одетых злоумышленников. Он больше не будет терроризировать студентов, но, возможно, у него есть удостоверение личности или что-то еще лучше. Улика. Что-то я совет не совсем понимаю. Давайте посмотрим, что было у трупа жизни. Внимательно осмотреть, просто осмотреть и обыскать. Ну, посмотрим, наверное, осмотреть. Ну, просто осмотреть или внимательно осмотреть? Давайте внимательно. Неправильно, да? А просто осмотреть? Тоже неправильно. И миф. Охренеть. Ладно. Без рассудства. Вы чувствуете? Нет, вы слышите? Нет, нет. Что это? Все не так. Ваша голова вот-вот взорвется. Все сыщики должны пройти проверку рассудка. Но сейчас у меня... Ну, типа, там уже ноль. Ноль из пяти. Ну, обыскать. Ну, хотя я так и не понял. Так. Телеграмма с упоминанием Лануи. Из кармана мертвеца вы вытаскиваете телеграмму, адресованную профессору Теллингаст. Альфонс Лануи, предатель. Точка. Может угрожать вашей жизни. Точка. Стадо. Вы чувствуете помутнение разума. Альфонс Лануи, стадо. Эти ноты не составляют мелодию. Я не припоминаю этих имен. Альфонс Лануи. Вот уж неприятная личность. Вероятно, сейчас эти улики не имеют смысла, но позже мы сможем связать их с остальными. Ну да, у него вот с этим с разумом там беда была. Получена травма. Алгофобия. Каждое новое зрелище насилия напоминает вам, насколько хрупки вы стали. Вы не можете смотреть даже на царапины. Психическое сопротивление снижается при очень низком уровне здоровья. Так. Как только рассудок сыщика достигнет нуля, он или она получит травму. Ваш сыщик может получить три различные травмы одновременно. Четвертая травма усилит существующую травму. Если ваши сыщики слишком быстро получат много травм, это может изменить ход событий. Эти травмы можно вылечить, оставив сыщика в офисе между сценариями. Ага, так, если что, трубача лучше, короче, следующее им этом не использовать. Ай, у нее травма. Ё-моё. Чё-то я всех травмировал морально. Ах, вы остались совсем одни, и как вообще можно выжить? Низкий шанс потери рассудка при сражении в одиночку, понятно. Простите. Я думаю, это все, что они забрали. Нам нужно вернуться в класс Эльмина и сказать ученикам, что угроза миновала. В таком случае, давайте проверим класс. Если он принадлежал профессору, мы обязательно найдем какую-нибудь зацепку о том, что с ней случилось. Такс, да? Это мы. Найден предмет, задача обновлена, новая улика, куча всего, но при этом, блин, две травмы. А, ну хотя бы у них психическое это восстановилось. Ладно, будем что-то думать. За кафедрой лежит набросок доклада об осенних созвездиях. Ладно, вон еще какой-то шумоданчик есть. Совета нет. Ранец в стиле школьной сумки. Неподходящее действие заставит часы. Ну да. Изучить. Давайте изучим. О, правильно. Так, дух Атамы. Церемониальный нож, защищающий владельца от злой магии. Ни хрена себе. А бить им можно? Просто оружие вот так вот. А это типа как талисман, да? Ну, походу. Ладно, тебе дадим сигареты. Так, нет, применять пока не надо. У нас с рассудком пока. Мы уже травмы получили, так что пока не надо. Вот так вот, да? Нормас, нормас. Ну все, можно отсюда уходить, идти в класс. Выпускать студентиков. Так, здесь мы смотрели. Тут еще вот вход наверх есть. Библиотека. Открывается дверь? Ну. Да, в библиотеку тоже можно зайти. Ладно, давайте глянем, что в библиотеке. Потом мы будем выпускать студентиков. Такс, вы находите запись о наблюдениях комет с момента зарождения астрономии. Ладно. Как я понимаю, это не очень полезно. Бюст. Джеймс Эрвин. Пу-пу-пум. Здесь вроде ничего. Записка на столе. Скорее всего написанная студентом. Пинта рубленого горошком. Роковь, репа, перец, соль. Замочить горок. Короче, какой-то рецепт. Тоже явно интересы не представляющие. Здесь ничего нет. Значит, последняя вот. Такс, пули. Это хорошо. Карманные часы. Монотонное тиканье этих часов убеждает вас, что все хорошо пока. Стрелка от часов мифа возвращается на ноль. Но это тоже типа расходник, да, как я понимаю. Это медицинская справка. А вот куда это запихнуть? Ну, не знаю. Серемональный нож. Ладно, давайте... Нет. Ну, подожди. Так. Давайте применим сигареты вот на него. Чтобы у него было 4 рассудка. И освободим, как бы, место. Хорошо. И при этом 1 единица урона. И часы. Ну, возьмем. Вот так вот. Вроде все. Вроде здесь все. Выходи. Так, ладно. Давайте до кабинета допетляем. Вот он вроде, да? Вроде здесь отпереть. Все чисто, студенты. Мы позаботимся об этих мерзавцах. Спасибо, профессор. Давайте убедимся, что все целы и невредимы. А затем осмотрим этот класс. Вроде все нормально. Запертая витрина. Ладно. Тут у нас ничего. Телескоп тоже ничего. Стульчик. Такс. Бинты грязные. Не, вот проверка рассудка у цели. Это мы использовать не будем. Оно убивает рассудок, хоть и восстанавливает хп. Явно не очень хорошая штука. Так, письмо. Расшифровав записи, вы понимаете, что в нем описываются астрономические наблюдения одного из студентов. Несколько дат подряд вычеркнуты без каких-либо записей. Как будто профессор пропустил несколько занятий. Что это мне дает? Ничего мне это не дает. Так. Девушка, которая пряталась в классе, говорит, что она была одной из учениц. Пока она все еще выглядит напуганной. Но, возможно, вы сможете вытянуть из нее больше информации. Иногда хитрость заключается в правильном вопросе. Спросить, поучать, запугать. Ну, спросить, если правильный вопрос. Правильно? Ну, вроде правильно. Так. Когда вы задаете вопрос студентке, она отвечает. Несколько месяцев назад профессор попросила меня вернуть книгу в библиотеку. Я вернула ее, не разглядывая. Все, что я помню, это то, что книга была большой и желтой. Так, ну мы были в библиотеке, там не было ничего. С тобой. Студент выглядит нервным. Блин, опять, опять по башке дало. Вы слышали, спрашивает он, тело профессора исчезло с кладбища. Единственный свидетель это Альберт Хэтчер, сторож кладбища. Все, что он видел, свело его с ума. Что бы это могло быть? Тело профессора исчезло с кладбищем? Как ужасно. Кто, черт по дюре, мог украсть мой труп? Конечно, это должны быть разорители могил. Если это не так, я бы сама встала и ушла. Этот Альберт Хэтчер наш единственный свидетель. Мы должны навестить его, когда закончим дела здесь. Да, мне вот не нравится, что рассудок улетает просто вообще в никуда. И типа я не делаю никаких действий. Благодарю за помощь. В последнее время она проводила много времени в библиотеке. Я заметила, что она носила в сумке книгу. Я не обратила внимание на название, но заметила, что автор Юпейдж. Если вы сможете найти эту книгу, то узнаете, что она исследовала. Я один из научных ассистентов, профессор. В последнее время профессор работал над собственным проектом. Когда я спросил ее об этом, она сказала, что это слишком сложный проект для меня. Ведь может, я немного обиделся, поэтому начал за ней шпионить. Я видел, как она изучала книги в третьем по счету шкафу дальней части библиотеки. Там, где находятся все словари и энциклопедии. Казалось, она с нетерпением ждала результатов. Третий по счету издаля. Ну, хорошо. Здесь, наверное, больше ничего нет, да? Скорее всего. С этими, вроде бы, мы всеми поговорили. С тобой мы говорили? Ну, говорили же. Ага. Широко глаза. Так. Когда выдался трудный день, иногда единственное, что нужно, чтобы тебя кто-то выслушал. Угрожать, успокоить, напугать. Ну, успокоить. Так. Кофеин с бромом. Ну, переместить. Вот сюда перемести. Окей. Понятно. Больше, собственно, ничего интересного дам. Ну, ладно. Ну, так тогда в библиотеку, получается, мне надо? Ну, нет. Это другой факультет. В библиотеке я был, там не было ничего. Или мне сначала нужно было вот этот триггер, типа, переговоров дернуть, а потом в библиотеке что-нибудь появится. Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Третий. С конца. Вот этот, что ли? Ну, походу, этот. Так. Книги в этом шкафу посвящены астрономическим наблюдениям, изучению звезд созвездий, комет и, конечно, планет. А, нет. Стоп. Мне там говорили про какие-то словари и что-то там такое. Третий с конца. Биология. Нет. Это нам не надо. История. Тоже, наверное, не надо. Геология. Свойства метеоритов. А Земле, Луне... Нет. Энциклопедия указателем. Вот, да, здесь. Но теперь мне нужна правильная буква. Как я понимаю. Давайте глянем, что у нас там в записях. Исследовать библиотеку. Там Юджин Уилл, да, какое-то? Что такое мелькало? Так. Заперт. Написанную Ю Пейджем. Студентка видела... Вот. Вот Ю Пейдж мне нужен, я уверен. Ну вот, искать его по Ю или по Пейдж? Наверное, по Ю. Значит, вот здесь. Неправильно. А, значит, П. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, К, Л, М, Н, О, П. Ну, значит, вот здесь. Да, вот, все правильно. Хорошо. При изучении этой секции ваше внимание привлекает ряд книг. Новая книга с синей обложкой, тонко-зеленая, большой... Тяжелый, желтый. Да, желтый. Среди справочников вы находите один, в котором перечислены научные группы США. Одно из них называется Стадо Аль-Геди. Небольшое астрономическое общество, расположенное на Гарден в Новом Орлеане. Книга, которое читала Теренгаст. Ну, хорошо, книгу нашли. А вот снова, Стадо. Это что-то вроде астрономического клуба. Это объясняет интерес профессора. Оно находится в Новом Орлеане? Возможно, именно туда профессор отправилась в свое путешествие. Это логично, поскольку она обвела название в книге кружком. Я огложу совесть за то, что я испортила книгу подобным образом. Должно быть, у меня была для этого очень веская причина. На этом все и заканчивается. Мы посетили все места, которые могли быть известны профессору. Самое время навернуться в кабинет к Норману. Возможно, он добился какого-нибудь прогресса с теми заметками. Ну, как бы да, но там еще на второй этаж вроде был выход. Я бы еще туда сходил, может, там что-то интересное есть. Серия, конечно, длинноватая получается, но мне пока нравится. Надеюсь, вам тоже нравится смотреть. Вот. Вот сюда. А, это ведет на факультет. Понятно. Меня сюда не пустят. А я-то думал уже сходить. Ну, ладно, возвращаемся к профессору. К профессору возвращаемся. Что он там по заметкам своим определил? Текс. Текс, текс, текс. Вот здесь он, да? Вот, по-моему, тут. Что у тебя там за мужик сидит? А, наконец вы вернулись. Вы нашли причину переполоха. Вы позаботились об этом профессору. Не беспокойтесь об этом. Мы обнаружили еще одно доказательство того, что случилось с профессором, а также врагов. Врагов? Чушь собачья. Ее все любили, даже студенты. Знаете ли какую-нибудь причину, по которой она запросила личный доступ в научную лабораторию на несколько дней? Что? Нет, ей не нужна была лаборатория. Как астроном, она проводила большую часть своего времени в обсерватории, а не среди колбов и пробирок. Битое стекло, которое мы нашли в доме профессора, было похоже на остатки от колбы или пробирки. Вот это ключ от научной лаборатории. Вы найдете вход напротив класса. Понятно. Понятно, понятно. Приятно это знать. Ну а это ты, ты, ты у нас кто такой? Так, студент раненый. Когда выдался трудный день, иногда единственное, что нужно, чтобы тебя кто-то выслушал. Успокоить, очаровать. Ну, успокоить. Правильно? Ага, дает он нам бинтики. Так, э, возьми, возьми бинтики. Это тем более нормальные бинтики. Да. Вот так, так же можно. А, так смотрите. Сейчас, сейчас мы сделаем красоту. Вот так. И вот так. А, больше пяти нельзя. Ну ладно, ну хотя бы одну ячейку освободил, лишнее не будет. Духа тама. Еще что-нибудь профессора может быть интересное? По-моему, уже нет. Я застрял. Э, я застрял. Блин. И как мне выйти? Спасибо. Ускорится. Блин. О, вышел. Блин. Теперь он здесь не хочет пройти. А как мне отсюда выйти? Ребята, ребята, как мне выйти отсюда? Блин. Он не дает пройти. О, прошел сквозь студента. Нормально. Так, лаборатория, лаборатория, лаборатория напротив класса. Класс это, это, это здесь. Я бы сейчас расстроился, если бы я застрял. О, ага. И там у нас враги. 18, 18, 21. Давайте сохранимся. Ну и погнали. Погнали смотреть, что у нас тут. Точнее, сколько там народу, интересно? Как вы? Ага. Как вы? Я могу поклясто, что запер эту дверь. Вы пожалеете, что открыли ее. В этом человеке есть что-то очень неправильное. Посмотрите, что он сделал с тем охранником. Хватайте его, пока он не сделал то же самое с нами. Так, это какой-то... Кто это? Жрец-культист? Мах. Мах-не-мах. Такс, что у нас здесь? Блин, а то, что камеру двигать нельзя, то есть, не очень удобно. 25 хп у него. Ну, по-хорошему, наверное, валить его перво... Или вот этих, которые по 12. Я думаю, надо валить тех, которые по 12. Ну, типа, их быстрее всего, да? Ох ты! Просто вжбан тащи с одного попадания. Хорошо. Было 3... О, было 4, стало 3. И при этом мы еще и наблюдения кинем, чтобы он в кого-нибудь плюхнул. Так. Тебе надо подходить, да? И опять нам не хватит на удар. Ни хера тут на удар вообще не хватит. Это печально на самом деле. Ну, в принципе, можно вот так вот 3 очка использовать, да? И при этом кинуть наблюдения. Этот же сейчас на меня побежит, правильно? Ну, вот я его и лупну. Так. Тебе тоже надо идти. Но у тебя, блин, 4 очка стоит. 4. Не. Давайте, ну... Ага, сюда нельзя. Вот так вот можно, да? Да, перемещение и наблюдение кулаком кинем. Ну, а что еще остается, как бы? Вариантов немного. Так. Маслину поймал. И... Под ребрышко тоже получил. Жалко не умер 3 хп. Но и при этом меня кританули. Причем так жестенько кританули. Блин, он меня сейчас убить может. Зараза, этот еще и хиляет. Ой-ой-ой. Вот это плохо. Вот это плохо. Такс. У меня 6 хп у моего чувака. Плохо. Это очень плохо. Этот хиляет, понятно. Но, наверное, вот этого надо добивать. Я за один ход его, в принципе, добью. Хорошо. 8 урона пролетело. При этом наблюдения мы тоже делаем. Если что, он стрельнет. Так, ты наш товарищ, товарищ, товарищ. А можно похилиться? Ну, у тебя есть хилка? Есть бонус исцеления? Ну, типа, вот, например, э. Нельзя, да, походу, в бою его использовать? Херово, я скажу вам. Так, обмен. Перемещение. Книга задержки. Перемещение в бою. Нет. Добивать мы вот этого товарища будем. Два очка еще есть. Но этот вроде с кулаками. Возможно, он на 6 меня как бы не приложит. Наблюдение ставить тоже бессмысленно. Поэтому давайте двигаться к магу. Что остается делать? Ну вот. Вот так. Да. И бабуля у нас лупанет вот этого культиста. Причем лупанет... Так, перемещение. Вот так. Да. И... А у меня 3 очка всего. Ёлки-палки. Тут всего 3. А, ладно, лупанет кулаком. Что еще остается делать? Что-то я не просчитал. Да, бабуля что-то кулаком не очень лупит. Зараза, убил все-таки. Вот же, вот же, Скотт. Потеря сознания. Когда здоровье сыщика во время боя падает до нуля, он или... Она упадет на землю до конца боя. Или до тех пор, пока вы не используете адреналин. Если хотя бы один член группы выживет в бою, все сыщики без сознания очнутся с небольшой частью здоровья. Понятно. Короче, надо просто добить, и все. И нормально будет. Такс. Но он его может не добиться одного из тела. Короче, в любой случае, надо избавляться от культистов, а потом уже лупить того кореша. Ну да. Наблюдение. Что еще остается? Бабуль, ты наконец-то сможешь гаечным ключом ему по голове дать. Ну да, давай. Ключом по голове. У тебя с хп еще вроде все нормально. 18-19. Но у этого 25. Не знаю, смогу я его завалить за один раунд? Ну двигайся. Блин, ну как? А, надо просто дальше идти не может. Ладно, я тебя понял. Ну, тогда пропускаем. Что еще стоит сделать? На 8. Ладно. 8. Это многовато, но... У меня патроны еще и заканчиваются. Да, атаковать. Атаковать и перезарядить можно? Или у меня патронов вообще нет? Ну, пули есть вон вроде. А как перезарядить? Ага, вот. Перезарядка. Да. Перезарядить. Это хорошо. Потому что и остаться без оружия вообще было бы не кайф. Так, перемещение. Я не смогу его ударить. Я его не смогу ударить, да? То есть, если вот на... На одно очко действия я не могу его ударить. Ладно, используем 2 и бьем кулаком. Что еще делать? Если он меня сейчас не кританет, то, наверное, в следующем раунде я его положу. Нет, пока не критану. Влияние мифа. Так, увеличивая... Увеличение шанса провала. Следующая проверка. Рассудка до конца сценария. Это плохо. Это плохо. Стреляй. Крит. Отлично. Сейчас мы бабуля его и добьем. Так, гаечным ключом и в голову. Ну, как бы да, тут мои ребята тоже абсолютно не бессмертные, мягко говоря. Выносить их могут. Что это было? Этот человек наложил заклятие. Я знаю, как это звучит, но вы видели это своими собственными глазами. То, что исследовала Вильгельмина, Вильгельмина оказалось опасно. Смертельно опасным для нее. Такс, тут есть дверь, да? Куда можно выйти? Удачи, через ней. Ань. Или мы зашли через ту дверь. Я напишу отчет. Давайте смотреть, что тут есть. Так, тут у нас что? Не стирать. Ладно. Где еще что-нибудь хорошее? Просто если я сейчас обыщу трупу, они опять по сознанию получат, да? Грязные бинты. Не, проверка рассудка в цели, это не надо нам делать. Кстати, давайте, да, пока по грязным бинтам и всем остальным. Пистолет я перезарядить не могу. Вот это... Нет. Давайте так. Вот это переместить. Вот этому товарищу. Да, у него книжка исцеления. Переместить, уничтожить. И применить. Ну, на него самого и применим пока. Исцеление 12. У остальных... А, ну, у бабули хп тоже. В смысле, а как эта книжка исцеления тогда работает? Оно что так на 12 пополняет? Что так? Ладно, пока вот так вот хотя бы по хп. Ну, их... Так, здесь я... А, ну да, здесь эти бинты были, да, грязные? Грязные бинты, нам это не надо. Нам нужно все... Нет, нужды все переворачивать вверх дном. Поверхностного обыска должно хватить. Обыскать, осмотреть. Ну, поверхностный обыск, это типа осмотреть? Неправильно. Значит, обыскать. На клочке бумаги в его кармане указан список мест. Особняк профессора. Университет, лечебница и нечто, названное Домом Ведьмы. Вы чувствуете помутнение разума? Проверка рассудка. Стоп, Дом Ведьмы, это ж вроде мой там этот первый персонаж там играл. Это полезная информация. Ну, вроде все. Вроде здесь больше ничего интересного нет, да? Значит, выходим. На табличке написано, что это дверь в научную лабораторию, но она не заперта. Теперь дверь не заперта. Ёлки-палки, там что? Так, тут у нас чего? Рабочий стол. Во многих беспорядочных заметках упоминается о скором прохождении кометы. Ну, это, наверное, не особо полезная информация. Зато там есть какое-то тельце. И выглядит это как что-то не очень земное, как по мне. Это на член вообще похоже. Ёлки-палки, что это за херня? Ну, какая-то херня, мягко говоря. Что это такое? Оно вообще живое? Я никогда не видел ничего подобного. Независимо от его происхождения, вы должны признать, что это научно важное открытие. Этот контейнер похож на то битое стекло, которое мы нашли в доме профессора. Как вы думаете, кто забрал его оттуда? Такс, ну тут у меня явно по рассудку сейчас долбанет, а при этом у меня рассудок у моего одного товарища единица вообще. А как его? Вот чем его пополнить? Если у меня нихрена нет. Восстанавливает АД, водопроводный ключ, медицинская книга. Типа мне его нечем пополнить. Просто банально нечем. На операционном столе лежит странное червеобразное существо с жуткими наростами, похожими на щупальца. Оно кажется мертвым или спящим. Что-то в его мерзком облике вызывает отвращение в вашем сердце. Эта штука отвратительна. Вместо того, чтобы позволить студентам найти его, вы решаете его сжечь. Ну, сжечь. Мы не можем просто оставить эту тварь здесь. Нужно уничтожить тело, сжечь его. Вы не можете знать, как плоть этого существа отреагирует на пламя. Не надо рисковать. Вы правы. Мы не можем позволить кому-нибудь другому завладеть этой штукой. Так, вы остались в здравом уме. Завершена. Глава. Профессор Тиллингас проводила в университете не меньше времени, чем у себя дома. Лучшего места, откуда стоит начать расследование, ее деятельность, да и ее ужасного убийства не найти. Да, получили у меня два человека травмы, но при этом все выжили, что называется. Ваши сыщики возвращаются в офис. Ну что ж, на этом, наверное, первую серию я буду заканчивать. Сторож могил Альберт Хэтчер. Единственный, кто видел, как мое тело покидало кладбище. И чтобы это ни было, оно лишило его рассудка. Нопросить сумасшедшего может быть нелегко, но это единственная зацепка, которая у вас есть. Так, продолжить. В смысле, она меня вернет в продолжить? Да, 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 хорошо. Хорошо, да, на этом буду заканчивать первую серию. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Не скупитесь на лайки и комментарии, они бесплатные. Но следующую серию выложу завтра, я думаю. Пока что игра меня затягивает и мне нравится. Спасибо, что потратили время вместе со мной. С вами был Морж, до новых встреч. Пока, пока.